Друзья, всем привет! Есть история, после которой мы с этим автомобилем какое-то время работать не будем. Почему? Вот именно об этом сегодняшнее видео. В последнее время, я вижу, есть много у нас на канале новых зрителей. Так вот, для нового зрителя я расскажу, что мы компания Одинавто, мы занимаемся автоподбором. К нам зашла заявка. С одной стороны, она более чем выполнимая. Мы имеем Volkswagen, Volkswagen Jetta, 2.0 бензин, 1.8, 2.5, все равно бензиновый автомобиль. Да, американец. Старт автомобиля идет от 6.5, но это не круху, мы не смотрим. Мы не смотрим ничего, что стоит ниже 9 тысяч долларов. А ценники улетают вообще в космос, там до 15 легко. Так вот, как найти живую Jetta в районе 9 тысяч? Я, например, охренел после того, когда мы столкнулись с этой задачей. Начинаем смотреть с первого автомобиля, который у нас был по плану осмотров. Jetta синяя, которая, значит, она, морда у нее собрана, фара. Вот, вот здесь, вот есть тут лампочки. Лампочки тут. Вентилятор отломана, часть вентилятора. Это фара Тайвань. Она поломанная, вон уже в колхозе ли крепление сделали. Капот минин Тайвань. Крыло это крашено. Здесь угол шпаклеванный. Бампер тоже видно, вот, ремонтированный. Дверь крашена тоже. На дверь есть смятина. Здесь тоже есть смятина. Стекла 2012 года. Такая подушнотанная машинка. Руль подзатертый. Чехол вытертый. Потолок это вообще отдельная история. А, вот тут наручники, вот еще. Потолок весь висит полностью. Здесь дырка пропаленная. Есть несколько другая идея. Я сейчас на примере вот этой реальной заявки покажу для нового зрителя, что такое выбор под ключ. Для того, чтобы было понятно, сколько проделано вообще офигенно здоровой и титанической работы. То есть, то, над чем мы действительно работаем. Сейчас я возьму номер заявки и кое-что покажу. На примере вот этой заявки я сейчас быстро, коротко поясню. Я начну, наверное, где-то с середины. Вот, например, комментарий клиента. Птишки удар в среднюю левую частину. Ну и смотрим. То есть, мы видим объявление беленький. Такой красивый Volkswagen Jetta 2017 года. Но нам интересно, какой он был. Так, есть CarVertical. Здесь мы видим, что только было ДТП. И смотрим, какого ДТП. Почему на CarVertical смотрим? Потому что здесь сразу видно, было этот автомобиль имел один ДТП или больше. То есть, история у него видна точно так же, как на BitFacts. Только BitFacts там крайняя история, а CarVertical тут вся история. То есть, если было не одно ДТП, оно покажет. И да, здесь такой тяжелый неприятный удар с левой стороны. Поэтому этот автомобиль не интересен. Но идем дальше. Мы имеем 13-й год. 9700-160 тысяч. Андрей продает в Яготыни. Ух ты, какой классный черный автомобиль. Но это он уже сделан и восстановлен. Что же с ним было? Кстати, вот такая вот фотография. Это фотография для перекупа классная. А для человека, который выбирает автомобиль, она плохая. Потому что, когда вот такой есть блик, рассвет, засвет, тут очень плохо видно, чего с автомобилем. Поэтому картинка классная, но увидеть по машине что-то неудобно. Вернее, невозможно. И теперь смотрим, какой он был. Левая передняя часть. Ну, такой удар. Ушло колесо, согнулось крыло. Там, если посмотреть открытый капот, то там тоже мало приятного будет. Там он постреленные подушки висят. Да, мотор, он уже уперся в щит моторного отсека. Ничего хорошего с этого нет. Продолжим дальше. Крученный пробег. О, это я очень люблю. Кстати, говорят, на американцах не крутят пробег. Ну, сейчас заодно и посмотрим. Так, мы имеем серенький красивый автомобиль. ВТ номера. Че он попал к нам? Момент. Машина Ирпень. Ну, окей. Допустим, где она продается? 78 тысяч Ирпень. Действительно продается тут. В Ирпене. И смотрим, чего было с этим автомобилем. Вот его номер. Вот его вин-код. Забиваем вин-код в CarVertical. Кстати, к слову, CarVertical интересная тема. Пока оно прогружается. Я скажу, что с промокодом 1Авто мы вот сюда вставим. Вы получите 20% скидку. И вот здесь во всей красе мы видим корректированный пробег. Немного, но типа тупо неприятно. На 19 тысяч, на 12, потом следующий 17, потом еще раз 17, потом уже 23. Типа немного, но неприятно. Но основная тема это удар. Да, нехороший удар. Нехороший. Ну, короче, вот наглядно, почему мы изначально не рекомендуем смотреть этот автомобиль. Потому что шансов на то, что у него классный хороший ремонт, не так много. Мы ищем лучшие машины, которые визуально, те, которые были минимально повреждены. И вот на него уже обращаем внимание. На него, имеется в виду, на тот автомобиль. В общем, друзья, если хотите выбрать автомобиль, не игнорируйте его в Service CarVertical. За какие-то там небольшие деньги вы получите истории и точно поймете. Нужно ехать куда-то далеко смотреть этот автомобиль или нет. Ну, а если вы хотите, чтобы мы это сделали за вас, добро пожаловать. Внизу нарисованы все контакты. Ну, а мы смотрим дальше, чего же там было с автомобилем, чем закончился осмотр. Машина зацарапанная вся. По всем-то 80 царапин не уйдут, потому что глубокие здесь вот имятина. Бампер задний крашеный, уже притертый неоднократно. Бампер, конечно, тут вообще максимально зацарапанный. Ну, багажник как багажник себе. Здесь вот шпаклевана часть с джетами. Туговато, как это в последнее время. Такие ощущения, что это все машины в такси, все джеты. Ёлки-палки, тут вообще грибы какие-то. Грибок тут был в этой машине. Грибок был на потолке. Его пытаются вывести. И вот к чему это привело. Диски такие тоже побиты все бордюркой. Так, крошено. Тут зазор немножко не зазил. Итак, первый претендент. Я думаю, не нужно пояснять, почему вот эта машина нет. Ну, кому непонятно. Висящий потолок, бздище в салоне. Весь из царапанной до грунта, так что аж как будто его об асфальт брали. Вот эту машину так перевернули. Бочком тут почухали, бочком тут почухали. Вот так вот потом сверху кинули. Морда у него слеплена на стяжках. Короче, ремонт на отцепи сделанный. Такой очень по-быстрому. Очень поставить на коверер. Короче, запускается, едет, скотчем слепили. Во! Вот это автомобиль из такого разряда. Не, если бы его сделали хорошо, классно, имеется ввиду ремонтники, то вопросов бы к этой машине было бы намного меньше. Но машинку слепили, в кучку собрали. Аля такой грузинский ремонт. И то грузины, наверное, лучше делают. Да, лучше, потому что я видел много грузинских машин. И вот это вот точно нет. Ну, детально объяснил это, если вдруг кому непонятно. Но у нас же есть целая куча других джет. Смотрим дальше. Так, Volkswagen Jet, а та, которая белая, после Града. Бампер тут немножко в сколах. Где-то поцарапанный, где-то притерти вот вниз. Немного ручка тут зацарапанная. Немного подтертый руль. Диски немножко попознанные. Вот так, в принципе, целые. Видно вот здесь вот тоже как оно крашено все. Вот это тоже все крашено. Шпаклевки тут нету, но это передувало все. Вот вмятина тоже осталась. Вот здесь тоже вмятины на пороге. Вот это все вмятины на крыше. Тут их много. Это все вот вмятины, вмятины, вмятины. В крыше тоже очень много вмятин. Значит, тут шланги гидроусилителя мокрые все. Похоже, что это с насоса гидроусилителя. Под клапанной крышкой тоже немного влажноватый. Стоянка целая, один подстался у меня получился. Когда есть большое изобилие автомобилей, то выбирать автомобиль, который, ну, помятый градом. Ну, да, он приехал помятый сюда, это все можно выкатать. Но, вдобавок к граду мы понимаем, что эта машина после такси. Она была в такси. И покупать автомобиль для личного использования, когда эту машину уже терли-затерли, помимо того, что она вся поцарапа, битая градом, она еще в салон уничтоженный практически. Ну, да, он есть еще, потому что он там с дерьмонтина собранный. Он не сильно убивается, но он уже весь зачухан. Он уставший, там потертый. Короче, машина после такси. 9 тысяч, прекрасный ценник. Плюс там все под мотором течет. А это мы только открыли крышку. Мы еще не смотрели на автомобиль снизу. Поэтому, ну, рекомендовать такую машину, когда есть еще. Вот так дофигища машин, думали мы. Эта машина плохая, предположили мы. Но смотрим дальше. Крыло украшенное. Лак облазит уже. Крышка багажника тоже украшенная. Тормозные диски тоже небольшая выработка. Еще будут ездить колесные диски. И диски желательно поменять из-за чего? Передние? Ну, у них выработка небольшая. Нет, я их протачивал. Уже, да? Да, я их протачивал. Почему? Потому что было биение. Я понял, биение. Но оно не ушло, да? Ну, как бы процентов на 50 ушло. Но с больших скоростей биение есть. На диске будут, как бы... Понятно. Химчистить надо немножко ее. Патулок весь грязный. Вот такая сидушка, конечно, уже. Вот так не очень она выглядит. Какая-то вся она, вроде, подшитая везде. Крышка багажника крашена. Крашена плохо. Здесь низ шпаклеванный. Так, бампер. То же самое. Крашеный. Тут уже такие вот... Человек, краска полупалась. Так, а вот на арке слазит лак. Тоже поддувался порог. Все очень нормально. Такая подвиженная немножко машинка. Я так понимаю, пошла уже пора давать по каждому автомобилю комментарий. Почему нет? Да потому что салон перешитый у нее. Машина уже уставшая, отжатая. Плюс сделана она некачественно. Вот ее в попу догнали. Крышка багажника стоит матом. Панель не выровнена нормально. Лак на ней уже пошел. Заказчик уже говорит, слушайте, ребята, ну предыдущее было лучше, вот это точно нет. Соответственно, оставляем в покое этой прекраснейший экземпляр. Ну, он типа неплохой, но он типа подготовленный. И мы уже понимаем, что этот автомобиль, он хуже предыдущего и этот точно нет. Нам нужно лучше, чем все, что мы посмотрели. Смотрим дальше, мы упертые. Значит, крыло меняное, капот тоже меняный. Из нюанса, вот на сиденье дырка, он, наверное, какой-то тучный ездил в Америке. Значит, еще из нюанса, вот это крыло крашено, шпаклевано. Это крыло подшпаклевано, крашено. Скорее всего, мнение на, здесь вот вмятины на пороге. Так, крыло это шпаклевано, здесь вот в углу. Так, есть там запотевание на коробке, сверху непонятно откуда оно там, клапанная крышка мокрая, под замену. Так, здесь что-то на фаре отломано, тоже ремонтировалось, скрасилось, видно по нему. Крыло менялось, капот менялся, и это крыло тоже его крутили. Volkswagen Jetta, прекраснейший автомобиль, но только на фотографии. Почему на фотографии? Он подготовленный, он наполированный. Вот если увидеть где-то девочку в красном платье, которая идет, ах, дефилирует, обязательно на нее все обратят внимание. Точно так же и с этой Jetta. Мы на нее обратили внимание, повреждения там были небольшие, по фотографиям смотрится, вырви глаз, даже видео по ней не передает, насколько машина эта уставшая, выкатанная. С мотора выливается, с коробки льется, она полупомятая. Но! Уже смотрим на Golf. Ну, как бы надо не хэтчбэк, есть универсал. Интересная машина, легкий скользящий удар по стороне был по правой, естественно, как не посмотреть. Тоже актуальный ценник на машину. Вроде бы попадаем, должно быть все хорошо. Смотрим. Ничего, так выглядит весело. Но! Но! В эту сторону был удар, двери менялись, скорее всего. Эта часть, она вообще даже просто не пробивается. Здесь шпаклевки, тяжело сказать сколько. Такое ощущение, что это много, очень много шпаклевки. Здесь тоже порог не пробивается. Вот здесь не пробивается. Не пробивается. Воняет газом очень сильно. Радиатор забит полностью кондиционера. Такая машинка нам не надится. В общем, Golf точно нет. И если поднять ценник всего лишь на 400-500 долларов, то это уже попахивает B7 Passat. Короче, NMS. Американский, типа B8, но по факту B7 Passat. 9500, Volkswagen Passat. Есть тоже Bezleach. Окей, смотрим Passat. Возможно, нам повезет. Капот крашеный. Капот меняли. Значит, морта собрана тоже с оригинала, кроме вот этой решетки. Решетка Тайвань. Двери целые. Есть вмятинка на них, на этих дверях. Вот и смятина здесь еще одна. И тут одна. Тут что-то было по низу. у нее. Порог крашеный. И он шпаклеванный. Здесь местами не пробивается. Здесь лежит шпаклевка. Но это делалось не здесь. Это уже давно. Это все шпаклевано, шпаклевано, подшпаклевано. Тут тоже шпаклевка лежит. Тут шпаклевка. И тут, 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 и тут. И здесь, и здесь. Здесь вот эта ерунда. Если что, ее сделают, будет все четко здесь. Это заборник воздуха на фильтр. Значит, здесь кусок лонжерона вставили. Лучше видно, оно снизу будет. Чем не хорошо кусок вареного лонжерона? То есть, лонжерон это здоровая силовая конструкция, несущая часть кузова. И если он был влупленный до такой степени, что пришлось его отрезать и там как-то его приварить, то понимаем, что силовой конструкции у этого автомобиля уже нет. То есть, ездить на таком автомобиле уже небезопасно. И не дай бог ему в эту сторону приезжает удар, то слаживается машина намного быстрее, чем было до этого. А мы-то даем безопасность, как минимум гарантируем на автомобиле. Поэтому по нашим критериям, уже забегая наперед, этот автомобиль не подходит. Подушка там, она на месте есть. С левой стороны там болтается. Это крыло меняно открашено. Это фарка. Это меняная. Ну, они разные. Это, скорее всего, осталось ее родная. А вот здесь начинаются качели. Заказчик говорит, слушайте, там такой салон. Я хочу этот автомобиль. Он говорит, нет, там лонжерон. Он говорит, нифига, там салон. И вот это вот лонжерон-салон, когда мы говорим, мы на этот автомобиль не даем гарантию. И настоятельно его не рекомендуем. Он прислушался, и мы начали искать дальше. Есть еще один посад, который по заявлению, ну, вообще, просто пипочка. Ну, круче машины просто не может быть. В этот ценник, естественно. Едем смотреть. Как мы можем такое упустить? Правильно, никак. Следующий автомобиль, Volkswagen Passat, стоит 9500, дают на осмотр 15 минут. И при этом дают еще неправильные координаты того, где находится этот автомобиль. А время на осмотр уже пошло. Друзья, давайте уважать друг друга. Двенадцатый год Passat. 2,5 двигатель. Двигатель хороший, двигатель интересный. Коробка прекраснейшая. Посад NMS, значит, вот он такой вот. Очень даже ничего он выглядит. Очень мало времени на осмотр. Тут человек такой, непростой продавец. Значит, получал он в эту сторону, вот сюда. Капот у него крашеный. Немножко бампер не в зазоре. Бампер тоже крашеный. Крыло крашено. Оно, скорее всего, что меняно. Двери тоже крашены. Порог целый. Есть вот маленький тычок на пороге. Целые здесь у него все хорошо. Ограничитель двери с той стороны не держит. Двери не снимались. Проемы целые. Значит, по салону. Пассажирская хорошо. Все это хорошо. Вот косяк такой на водительской. Руль оригинал. Руль не сшился. Вот эта штучка, похоже, что она крашена либо в пленке. Ремень рабочий. Руль не перешивался. Руль нормальный. Чехол не порванный. Ручка подзапиленная только. Ручник. Ну, тоже немножечко такой подвытертый, но без дырок. Еще критичного нет. Так, ручка подвытерта. По салону, какие у него есть нюансы. После 100 тысяч у него начинает уже вытираться салон. Стирается руль, стирается кожа на ручке коробки передач. Стирается кожа на самой селекторе переключения передач. Царапается пластик. Для такого пробега это нормально. То есть мы понимаем, что плюс-минус по заявленному оно так и есть. Дальше двери эти тоже крашены. Вот лопнула шпаклевка. Так, ремень. Ремень в таком вот состоянии. Карта двери целая. Кнопка здесь. Все тут хорошо. Двери крашены с одной стороны. Есть мятина небольшая. Значит, этот бок тоже крашеный. Видно, вот здесь немножко на уплотнитель зашли. Вот тут вот что-то было. Это место шпаклевано. Вся бочина крашена. Я спереди только крашеный, потому что правое крыло уже наставили новое. Да, да. По дверям ничего не крашено. Ну, это такой приехал. Первый собственник в Украине. Ну, вот это крашено, вот это. Ну, получается, бок весь. Если в Америке она была крашена, я не включаю. Она когда вперед получила, ее чуть-чуть здесь подломало лонжерон. Вот он. Чуть-чуть вообще, еле видно. Сюда смотри, не на меня ты смотришь. Вот здесь еле-еле видно. Вот с этим ферриками. Ты не увидишь, вот тут маленький, вот пальцем если проведешь, вот. Ну, если ты увидел, то я спокоен. По сравнению с предыдущим Passat, где кусок лонжерона варен, вот здесь вроде бы нифига страшного. Он слегка подмялся. Дело в том, что на конце лонжерона есть некая буферная зона, где он сначала складывается в гармошку, а потом идет уже большое искажение. Я имею в виду крепление самого, где вот эта вот пятка квадратная, крепится к усилителю самого переднего бампера. В общем, не сильно это страшно. Это знаете, какие сейчас цены будут в Volkswagen класс. Класс-класс, да? Да нет. А он стоит 9... 9500. 9500. 9 я могу заказчику сказать? Ну, то есть, это разница, там, вы рассчитывайте сами. Мне просто надо, вот машина и вот цена на нее. Ну, 300 я уступлю. 300 точно. Ну, это же мы еще низ не смотрели. Низ не смотрели, но посмотрим, я там уверен. А не меняли насос гидроусилителя? Не меняли. Мы меняли, потому что тоже. Не, может, ну, просто он часто течет. Не, не меняли. Не меняли. По мотору тут сверху все, в принципе, сухо. Здесь, по этой стороне, ну, тут видно следы большого ремонта. Чуть-чуть вот лапку подогнуло под фарой. Не хватает. Не хватает. Тут коррозия уже проступила. Здесь напылили, мусора положили. Ну, блин, уже. Тайвань, конечно, это. Капот был без герметика. Герметик прокладывали отдельно. Почему не подошел этот пассат? Здесь обратная дилемма. Тут вот целый пассат, ну, относительно целый. То есть он по шкарлупе там крашеный. Причем где-то он крашеный в Америке. Но он целый. Но салон у этого пассата не такой, как хотел бы заказчик. То есть если брать пассат, то брать в заряде. А на заряд немножко денег не хватает. Соответственно, откатываемся опять на джеты. Пошли смотреть снова пылесосить те джеты, которые мы еще не видели. Мы верим в то, что вот этот вот алмаз к нам попадет. Ищем дальше джеты в надежде на то, что мы их найдем. Джета коричневая, значит, получила она вот в эту часть. Крыло меняно, капот менян. Вот эта часть крашена, шпаклевана. Телевизор кривой. Сцены с вентиляторами тоже кривой весь. Эта трубка не так должна быть немножко. Вот эта вот вся часть, она сильно развернута к мотору. И тут вот радиатор. Видно, не видно кондиционера. Его менять надо. Потом вот здесь ухо одно тоже отломано. Вон оно видно. Радиатор вообще разбитый полностью. Надо будет все менять. Видно, он на комутации все висит. На стяжках. То есть, а морда собрана из собой. Фара здесь, у него щербина есть, вот надкол. Ну, крыломение, оно, соответственно, накрашено. Лобовое стекло оригинал. Крыша целая. Дверь, значит, это тоже окрашенная. Здесь ее подломало немножко и ремонтировали. Салон. У меня салон, в принципе, у нее в хорошем состоянии. Я думал, будет намного хуже. Вообще, в принципе, удар у нее не сильный. Это так и испортили ее ремонт. Так, ну, крыло снимали, крутили, понятно. Тут все замывали. Проемы целые. Да, салончик у нее, кстати, не очень-очень даже. Все маляркой ткнет. Чехол целый. Руль тоже, кстати, целый. Ручка целая. Полин, хорошее состояние. Просто сделано оно. На рубль 20. Подкрылок тоже там поломали весь. А вот здесь мне здесь ремонтировалось. Вот там вот месте лежит. Вот угла нету. Шпаклевка лежит. Вот эта часть шпаклеванная. Хорошо. Двери не снимали, не крутили. Карта целая. Кнопка. Садний диван тоже в классном состоянии. Целенький. Просто багажница целая. Здесь полный набор. Двери целые. Стекла все. Оригинал, карта целая. Ручка, кнопка, все. Здесь легкая царапина. Карта двери целая. Кнопки тоже все. Руль. Руль оригинал. Такой немножко попозненный. Но, в принципе, живой. Все понятно, в принципе. Вот тут байка. По зазорам она тоже тут немножко не пляшет. Бампер вот уже. Он ремонтированный и уже опять лопнул. Мы имеем джета. Джета, в принципе, неплохая. Ну, как неплохая. У нее был не сильный удар. По своей сути, она неплохая. У нее классный салон. Но, если копнуть немножко глубже и сделать эту машину так, чтобы она была собрана не на стяжках, не на соплях, не из говна и палах, то разбираем это все обратно. Берем новый телевизор, берем кучу новых запчастей, собираем это все обратно. Мы это красим, ремонтируем. И получается уже ни хера не тот ценник, за который рассчитывает человек. Мы об этом говорим, что этот ремонт, это кошмар, это нет. Вот, ну, плохой, очень плохой. То есть, ну, просто собрали, слепили и вот типа, ууу, вперед. Когда есть адекватность, то, короче, эту машину берем на заметку. Если будет, вообще ничего не будет, то с хорошим торгом можно ее забирать. Пока, если объективно, после Passat, это лучший экземпляр, где хороший салон, где, в принципе, плюс-минус целый автомобиль, хотя и левой ногой собранный. Есть еще одна Jetta. Поедем, посмотрите ее. Так, Jetta. Та вот черная, долгожданная резина стоит не в ту сторону. Вот целый. Фара, это, скорее всего, умененная. Крыло, это, крашеное. Стойка хорошо сочетает. Значит, двери целые. Двери не крашеные. Машина стоит все это время. Завелась с полтычка. Ремень рабочий. Ковры оригинал. Двери не снимали, не крутили. Экранчик большой. Значит, чехольчик целый. Ручка тут немножко она покоцанная, в принципе. Двери не снимали, не крутили. Дверь целая. Дверь не крашеная. Крыло не крашено. Крыша целая. Карта целая. Кнопка на месте. Все тут. Двери не снимали, не крутили. Проемы. Проемы целые. Арка целая. Плохим чистить салон, плохим чистить потолок. И все будет хорошо. Тут вот мягенько есть. Скол. Такой есть. Типа пропал, но не пропал. Вырки нет, но подплавило немножко. Сиденьяется целая. Так, у нее меняная фара. Вкрученное крыло. Здесь никто ничего не крутил. Хорошо все. Корпус зеркала целый. По зазорчикам все здесь хорошо. Все тут нормально. Есть вот чербинка на фаре. Вот такое вот. Все здесь стык в стык. Тоже вот тут есть такой скольчик. По низу шланг витроусилителя подный, влажный. До всех практически мотор сухой. Да, да. Коробка сухая. Все снизу целенькая. Сейчас полуось меняли. Здесь надо разобраться. Да, да, да. Так все нормально, я понимаю. Снимайку. Да, хорош. Значит, с полуосью чуть-чуть капает. Надо разобраться. Либо уплотнитель, либо... Так тут... Ой, уплотнитель, пыльник. Так тут все на месте. Пыльник меняный. Так как удар в колесо был. Значит, поднища тут все, она целая. Все у нее хорошо. Хорошо, хорошо. Здесь тоже все хорошо. Балка, амортизаторы, пыль, эти соленблоки. Все здесь нормально. Нормально у нее задняя часть все целенькая, не ржавая. Весь пластик на месте, пружины целые. Здесь тоже все у нее хорошо. Аморик целый, не потекший. Тяга целая. Ну, днище здесь классное у нее, конечно, вопроса нет. А вот теперь соль вот этого видео. Ребята, мы далеко не идиоты. Мы знаем, что машины идут от 7 тысяч. Даже есть дешевле 7. 7,7,5 первые три страницы до 8 тысяч долларов. Вот так вот автомобили. Но попробуйте посмотреть детально историю всех этих автомобилей. Посмотрите, где они находятся. Поехать, лупануть, допустим, у Анна Франковск вернуться обратно. А за день не получится, потому что комендантский час приходится оставаться в гостинице. Короче, есть очень дофига моментов. Поэтому было принято смотреть Киев, Киевская область для того, чтобы не ездить далеко. Так вот, даже в ценнике в 9 тысяч долларов ни хрена хорошего нет. Вот рынок, ну я не знаю, почему так и споскудился. Хотя, если заморочиться и поехать по Украине, потратить немножко денег, мы бы нашли автомобиль дешевле. Но не факт, что этот автомобиль получился бы дешевле на выходе, на финале, имеется ввиду, после всех покатух. Поэтому мы подходим к этому совсем с очень офигенно здоровым опытом. Но, даже если смотреть в 9 тысяч, как показывает сегодняшнее видео, нифига хорошего может и не получиться с этой историей. Но, нам сегодня повезло. Мы нашли такой автомобиль. Как говорится в умных книжках, кто знает, тот поймет, досилит дорогу идущий, стучите, и вам откроют. Короче, если искать, то всегда можно найти. Мы искали, нам повезло, мы нашли. Но далеко не факт, что найдете вы. Друзья, если вам нужен хороший автомобиль, вы знаете, что делать, наши контакты внизу. Пишите, звоните, без внимания, мы вас на и оставим. На сегодня все. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1Авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока. Все, пошел я. Такое впечатление, что джеты вообще не надо брать, воборот, потому что, потому что просто караул караульный. Субтитры сделал DimaTorzok